Два украинских танка Т-64 пошли на прорыв в российских позиций южнее населенного пункта Работина. Экипажи украинских танков 116-й бригады, вышли в бой против российской пехоты, которая засела в посадках, окопах и блиндажах. Они пытаются задержать наше контрнаступление, однако у них ничего не получается. Опасность для танкистов исходила из того, что у противника были противотанковые комплексы, а также иные средства поражения. Однако наши танкисты с остальными орешками пошли в бой напролом. Судя по их работе, сразу становится понятно, что это опытные малые. Во-первых, они соблюдают правильную дистанцию при ведении боя. Во-вторых, они прикрывают друг друга, работают слаженно и уверенно. Смотреть на этих ребят за работой действительно приятно. Пока один танк контролировал левую часть посадки, второй танк держал правую. Основная задача состояла в том, чтобы прополоть грядки и разбить российские укрепления, которые они здесь понастраивали. Вот так всего два наших танка Т-64 ворвались на российские позиции и устроили там настоящий хаос. Российские мотострелковые подразделения, которые здесь расположены, пытались безуспешно атаковать наши машины. Большинство из тех, кто пытался открыть огонь по танкам, сразу получали фугас в свой окоп. Вот здесь произошла атака нашего танка из противотанкового комплекса. К счастью, ракета не попала, и прошла в нескольких метрах. Разведка с беспилотника сразу заметила, откуда производилась атака. В тот квадрат моментально был заказан артиллерийский удар. С меткостью у россиян всегда были проблемы, потому что они постоянно на препаратах и спиртном. Их специально пичкают для храбрости, чтобы не боялись ВСУ. Однако это зачастую оказывает обратный эффект. Ракета косого российского птуровода пролетела мимо и ушла в бок, не задев нашу машину. Потом оккупанты пытались атаковать наши Т-64 беспилотником «Ланцет». Первым «Ланцет» заметили разведчики с дрона, они сразу же попросили предупредить танкистов про воздух. Однако косые россияне здесь промазали. Российский «Ланцет» ударил в грязь лицом, не задев наш танк. Вот так целый табун россиян, ничего не мог поделать с нашими двумя танками Т-64, которые устроили полный разгром российских позиций. Так что долго здесь удерживаться оккупанты точно не смогут. К тому же, из-за наших атак, они остались без подвоза боеприпасов и продовольствия. А значит, как только у них закончится БК, то все они крякнут, если вовремя не убегут. Вот где произошла атака наших танкистов. Она проводилась в направлении населенного пункта Новопрокопьевка. И по моему мнению, все прошло успешно. Враг понес значительные потери. После танковой подготовки, на этом направлении можно ожидать более активных штурмовых действий.